Всем большой привет! Меня зовут Наталья, и я очень рада приветствовать вас у себя на канале. У нас с вами сегодня рубрика «Чё купила?». Обзор будет небольшой, продуктов будет немного, но какие же они все классные. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Даже не знаю, с чего начать. Но давайте, наверное, начнем с такого, на мой взгляд, самого обыкновенного. Это продукты, которые заканчиваются, покупаю, заканчиваются, покупаю. Это то, что я использую на постоянной основе. Это маска от Кора. Это, пожалуй, единственный продукт от Кора, который закрепился у меня в уходе и с которым я, наверное, не попрощаюсь никогда. Я очень много пробовала разных отшелушивающих масок с кислотами, но это все равно остается моей любимой. Все равно она какая-то особенная, она довольно сильная. Я уже о ней много раз говорила, но так, может быть, мимоходом, может быть, как-то, знаете, сказала и все, что вот есть такая классная маска. Это крем-маска с фруктовыми кислотами, эксфолиант для любого типа кожи. Но я бы сказала, что сухой кожи все-таки не злоупотреблять и меньше по времени держать. Значительно улучшает состояние жирной и проблемной кожи в постакно период. Сглаживает рубцы, оставшиеся после угрей, бережно обновляет и увлажняет сухую кожу, обеспечивает тонизирующий и освежающий эффект. Вялый, усталый, зрелый кожа омолаживает возрастную кожу. Согласно по всем пунктам, применяется как самостоятельное средство, а также для обновления и улучшения состояния кожи перед увлажняющими, питательными или омолаживающими масками. Так как после эксфолиации клетки кожи активнее усваивают полезные компоненты косметических средств последующего ухода. Рекомендуется использовать для подготовки кожи к салонным процедурам высококислотных химических пилингов. Я никогда не делала в своей жизни глубокие пилинги в салонах. Никогда. Я никогда не делала ретиноловые пилинги. Все, что с моей кожей происходит, это результат постоянного, ежедневного ухода. И то, как выглядит моя кожа, иногда хуже, иногда лучше, это тоже результат моего ухода. И часть этого ухода, вот это крем-маска, которая просто, ну она незаменима. Я пыталась, честно, заменить. Я пыталась найти что-то, может быть, более сильное, более интересное, что-то лучше. Но она какая-то вот идеальная и не слишком жесткая, и не слишком мягкая. На втором месте содержит гликолевую кислоту. Активные альфа-гидроксикислоты винные, лимонная, молочная, гликолевая. Депантенол, алантаин и масло виноградное в составе. Несмотря на то, что там есть и масла, и питательные компоненты, я всегда стараюсь после этой маски умывать лицо с какой-нибудь очищающей крем-пенкой, потому что оно немножко может мне зажирнить. Потом лицо начинает облазить при регулярном ее использовании, шелушиться. Сейчас не хочу ничего шелушить, я такая довольно загорелая. Будет очень странно, если я себе отшелушу все лицо, тогда как тело у меня довольно такая, я прям мулатка уже почти. Но вообще я очень светлая кожа, и для меня то, как я сейчас выгляжу, это прям вау-загар, прям вау-вау. Загорелые настройки. Очень сильно хочу вот этим сейчас воспользоваться, поэтому возьму этот продукт на второе место. О боже, о боже. Знаете, давайте сразу покажу. Я заказала, кстати, вот это покупки, мы начали с Вайлберриса. Это покупки на Вайлберрис. И два продукта Сазон. Эти два продукта от Physicians Formula. Как давно я хотела что-нибудь от Physicians Formula. Особенно я хотела вот именно их румяна, и хотела бронзер их. Господи! Это случилось любовь. Но на самом деле запах очень сильный и очень сладкий. Это запах муру-муру, бразильский муру-муру. Я уже смотрела, что такое муру-муру. Это такое большое дерево, и на нем растут орехи, из этих орехов выдавливают масло, и этот бронзер содержит масло муру-муру. Но он не жирный. Это не продукт, который зажирнит кожу. Это не кремовый продукт. Это все-таки пудровый продукт. Здесь, видите, такая штучка. Ну, честно говоря, я сначала, когда получила их, меня поразил запах. Но потом, когда начала тестить на руках и это, и это, господи, думаю, ну за что? Ну, блеск. Вот я реально набираю на палец, и я вижу сатин. Я вижу сатиновые блестки. Ну, мне показалось, что это очень сильно, но когда я начала это наносить на кожу, я беру кисть, кстати, из козы. Моя древняя, очень старая кисточка. Здесь есть спонж, вот такой, из зеркальца. Я не знаю, мне кажется, так неудобно вот это. Ну, делайте здесь зеркальце. Как вот? Ну, как? То есть я вот так набираю, потом вот так вот перекидываю, и вот так вот должно... Ну, зеркало как бы нормальное. Ну, давайте попробуем у него накраситься. Очень неудобно. Набираю на кисть из козы, и пошла наносить. Обязательно кисть, мне кажется, для бронзера... Ну, я так считаю, я не визажист, но по моему личному опыту кисть для бронзера все-таки должна быть натуральной. Ну, она как-то распределяет более мягко, что ли, продукт. Более легко. Не знаю, видите вы или нет, но я не хочу, чтобы это прям было видно, понимаете? Я хочу, чтобы это было очень деликатно. Боже, как же я благоухаю, как пахнет эта штука. Но упаковка действительно... Ну, ребят, вся вот уже... Ей всего ничего по времени, а она уже вся успела поцарапаться. Хоть я его и постоянно использую. Здорово. И он так вот блестит, настолько деликатно он мерцает. Я не могу смотреть в это зеркало. Я вот смотрю в большое зеркало здесь, передо мной. Боже. О, Господи, какой аромат. Девчонки, мальчишки, кто красится, только ради этого запаха, этот мру-муру, стоит его попробовать. Он невероятный. Ах, как же он пахнет. И он действительно очень красивый на коже. Очень-очень красивый. Уверена, что никто не пожалеет. Он есть... Ну, я видела, по крайней мере, на Вайдберис его в двух оттенках. У меня более темный оттенок. Сейчас я найду его номер. Так, сейчас, подождите секунду. Вот здесь что-то написано. Бронзер с маслом мру-муру. Тон загар называется. Не знаю, как он называется. Тон загар. Без номера. Объем 11 граммов. Ну, как бы и немного, но для бронзера это нормальный объем. Пойдет. Боже. И даже если он у меня когда-нибудь закончится, вообще, не знаю, сомневаюсь, что это возможно. Но если он у меня когда-нибудь кончится, я обязательно и еще его приобрету. Я понимаю, что для видео нужно более интенсивно краситься. Но мне что-то не хочется сильно краситься. Я и так такая вся загорелая. Вот. Он классный. Может быть, пусть вас не смущает, у меня вот здесь вот на щеках румяна оранжевая в тон моей морковной помады. Прям морковная румяна. От Yves Saint Laurent. Так что вот такой вот от Physicians Formals. Я когда его купила, я же говорю, что бронзер, что пудра, меня очень сильно смутило и разочаровало наличие каких-то блесток. Но когда по коже это все растираешь, это превращается... Вот блестки, они не выглядят как блестки. Они выглядят как легкий сатин. Знаете, как будто солнце поцеловало вашу кожу. Вот обычно после загара она немного поблескивает, да, кожа. Ох, как вкусно пахнет. Я сейчас нос намажу. У меня будет рыжий, загорелый нос. И за счет того, что он немножко как будто с маслицем, то есть он как будто... Ну, он не кремовый, нет. Он... Ну, он волшебный какой-то. Это необыкновенно. Вещи вообще возьмите, его не пожалеете. Он стоит тех денег. Я вообще почему-то думала, что это производство Бразилии. Я не знаю. А темный лист. Ну, наверное, потому что бразильский Муру-Муру. Я так понимаю, у них и румяна тоже. Какие же красивые у них оттенки румян. И тоже с вот этим ароматом Муру-Муру. Очень давно я облизывалась на него. Очень давно мне хотелось. И наконец-то я приобрела. Только когда нанесла это на кожу, на лицо, я поняла, Бог ты мой. Как я без него раньше жила? Как же мне было без него раньше плохо? Это производитель не Бразилии, как мне почему-то казалось. Это Италия производит этот продукт. И этот тоже. Этот продукт не менее потрясный. Вот, ну просто нет претензий вообще ни к чему. Кроме того, что здесь очень маленький объем. Мне бы хотелось, чтобы здесь было побольше. Но тут всего лишь 12 граммов. Это пудра-рассыпушка. Тоже от Physicians Formula. Тон, сейчас скажу. Пудра рассыпчатая, минеральная. С фактором защиты от солнца 15. Тон кремовый, натуральный. Я вообще очень сильно люблю пудру от Clorans-рассыпушку. Но эта пудра грозит стать моей любимой. Единственное, что меня смущает. Хотя нет, меня это не смущает. Спонж на самом деле клевый. С его помощью можно очень хорошо и плотно нанести эту пудру. Я вот просто когда в восторге, я аж забываю и теряюсь. Я хочу сразу все сказать. И давайте вот по поводу спонжа. Единственный минус. Он воняет. Он воняет так. Он воняет до сих пор. Он портит запах самой пудры. Я думаю, что этот спонж, какой бы он ни был прекрасный, я его, наверное, выброшу. Вообще выточу и выброшу отсюда. Потому что он реально воняет. Но наносит он пудру. Вот если вот такими полирующими, втирающими движениями наносить. Получается не легкое припудривание, а прям такой хороший, плотный тон. Почти все какие-то прыщики, какие-то несовершенства, красноту кожи маскирует. И за счет содержания вот этих блесток получается такой потрясный эффект на коже, как будто вы нанесли и хайлайтер уже на лицо, и подсветили его где нужно, и затемнили где нужно. Знаете метеориты от Guerlain? Шарики такие. Пудра в метеоритах есть и прессованные, и в шариках, которые стоят 3 700, 3 800 за баночку. Они просто нервно курят в сторонке по сравнению с этой пудрой. Она делает лицо настолько красивым. Я даже комплименты получаю. Мне моя мама, чтобы мне мама сказала комплимент, это что-то в лесу должно сдохнуть. Она говорит, Наташа, ты так похороше. Ты такая, у меня красивая. Она меня со стороны увидела, ну вот, вне дома с этой пудрой и говорит, Бог ты мой, какая же ты красивая. Эта пудра действительно делает настолько красивым лицо. Я хочу еще. Я обязательно найду. Я не знаю, почему сейчас есть. Нет на Вайберес у этого продавца этой пудры, но я обязательно найду эту пудру именно в этом оттенке и обязательно ее повторю. Она не заявлена как тональная. Просто минеральная пудра. Нежная, без талька и парабенов с атласным финишем. Да, атласным финишем. Облегченный минеральный состав пудры способствует максимальному насыщению кожи кислородом. Вы знаете, эта пудра, это действительно просто фаворит. Сейчас я, у меня уже, посмотрите, я не знаю, видно или нет, она у меня уже вот так вот, вот так ушла. Я в восторге. Физишн с формулой. Хочется еще что-то покупать. Но, честно говоря, такие отзывы, ну, о помадах нехорошие. Вот румяна, еще на румяна у меня прям вот направлено. Транспарантную пудру не хочу. Вот эту пудру обязательно повторю. Бронзер кончится обязательно. Ну, когда он кончится, я не знаю. Пудра кончится такими темпами достаточно быстро. Она потрясающая. Несмотря на то, что у меня жирная кожа. Ах, как же я боюсь вот этих сатиновых всяких текстур. Всякого-всякого вот такого блеска непонятного, чтобы везде вот прям у меня по блеске. Я наоборот, этот блеск не знаю, как унять. Но с этой пудрой такого нет. И да, еще имейте в виду, я довольно загорелая сейчас. Поэтому оттенок пудры кремовый натуральный. Он прям белоснежным девочкам не подойдет. Моя красавица, моя дорогая. Главное, чтобы с производства не сняли. Я когда нахожу какой-то любимый продукт, от которого я просто пищу, обязательно вот происходит, это закон подлости. Обязательно этот продукт снимут с производства. Ну, я вообще очень везучий человек. Самое интересное, когда купила и начала тестировать, еще до того, как снимала крупный план, начала тестировать на кожу, думаю, мама, дорогая, почему так, блин, блестит? Какой жуткий сатиновый финиш. А когда оно на лице, поры сглаживаются. Господи, куда все девается? Какие-то вот здесь вот у меня куперос немного на носу, ничего нет. Господи, какая же классная пудра. Я вот прям советую, попробуйте. Советую. Также с файлбрис у меня патчи. Это уже вторая банка патчей. И, наверное, не последняя. Я так думаю, что эти патчи, они вообще у меня будут на постоянной основе. Типа вот этого вот маски для ухода. Потому что эти патчи реально способны разглаживать морщинки под глазами от сухости. То есть они настолько хорошо работают, насколько не работают ни одни из пробованных мною ранее до них патчи. И сыворотка как будто немножко жирная, как будто маслянистая, жирноватая. И она когда все впитывает, эта кожа, то есть когда у вас патчи действительно полежат, не просто там 5 минут вы сняли и выбросили, А когда они полежат какое-то время у вас на коже под глазами, боже мой, какой же потрясающий эффект. Даже очень сухая, ужасная, обезвоженная и испорченная кожа, она будет, вот она просто обрадуется. Она вот так расслабится и скажет вам спасибо. Это реально патчи просто бомба. Но благодаря только сыворотке. Сама форма патчи меня жутко выбешивает. Но я терплю. Вы видите, я купила вторую банку только лишь потому, что они реально крутые. Вот у них классная сыворотка. Это Елизаветка, Милки Пигги, патчи корейской фирмы. 60 штук на месяц, 90 граммов. Ну что вам сказать, они просто идеальные. Вот по питанию они идеальны. Конечно, каждые патчи по-своему хороши. Мне очень нравятся патчи Лимэй, потому что они вот действительно гидрогель. Их охладишь в холодильнике, положишь, и они так клёк, как будто у вас такая медуза под глазами лежит. И очень круто охлаждают. То есть, если у вас действительно мешочки, или вы плакали, или ещё что-то случилось, и вам хочется вот прям холодного на глаза положить, вот эти патчи от Лимэй, они идеальные. И у них крутая идеальная форма. По крайней мере, для моего нижнего века вот прям идеально ложится так. Это же мучение, мучение. То есть, оно вот отсюда начинается. Или у меня глаз большой, не такой, как у корейцев. Или не знаю, что с ними не так. Но вот начинается где-то отсюда патч, и потом большой такой круг вот здесь закругляется. То есть, он как раз захватывает всю зону мимических морщин. Это очень круто, здорово, молодцы, корейцы. Но продлите же вы их до носа. Ну что ж вам? Ну кусочек, вот так вот, сантиметрик поищу. И вообще, прелесть моя, прелесть. Это, вы знаете, я их использовала уже давно. Я просто ждала скидку и искала, где скидку. В общем, у того продавца, где я покупала, не нашла. Но покупала на Вайберрис. Они есть и на Алиэкспресс можно найти. Есть корейские магазины. Я имею в виду наши, Алиэкспресс Раш, которые. И можно на Азоне их найти. И куча маркетов, где можно найти эти Елизавета, Милки Пигги. Просто попробуйте. Вы поймете, насколько это крутая штука. Несмотря на то, что у них такой минус. Возможно, у вас другое строение. И, возможно, вам эта форма подойдет больше, чем мне. У меня претензии только к форме. Но, несмотря на это, вы видите, уже вторая пачка. Подбираемся к моему любимому. Ну, нет, начнем. Любимое оставим прямо на самые-самые последние моменты. Это такой спонж. Помните, у меня в бьюти-боксе от Бьютифик. Бьюти-бокс был от Роил Сэмплс. А в Бьютифик был спонж конжаковый. И я как-то вот настолько у меня руки к нему тянулись, что я его укокошила, наверное, месяца за полтора. Хотя их, как и зубные щетки, желательно менять каждые 2-3 месяца. Но у меня даже 2 месяца он не прожил. Не потому, что от Бьютифик спонж плохой. А потому, что я им пользовалась утром, в обед, в вечер. То есть я смывала им все маски. Я умывалась им вот при помощи пенки. Я умывалась им при помощи геля. У меня все время руки к нему. Он такой жанг-жанг, жанг-жанг. В принципе, им еще можно было поумываться. Он немножко такой вот так вот стал. Но я его выбросила, потому что выглядел он не очень эстетично. И заказала себе на Азоне новый. Но это уже другой какой-то бренд. Я не знаю, джангл-стори. Товар лежит в пакете. Я не могу понять, ну откуда такой запах? Ну что так пахнет? Что пахнет? Непонятно. Оказывается, пахнет спонж. И знаете, чем он пахнет? Снова мне этот аромат. А-а-а, я знаю. Запах очень похож на аромат имбиря. Какой-то имбирь, что-то такое. Ирис, имбирь. В общем, он парфюмированный. И он содержит уголь. Идеальный размер для эффективного очищения. Проникает глубоко в линии вокруг нос. Но он действительно удобнее, чем от Бьютифик. Он Бьютифик был сердечком. Как-то вот, ну вроде прикольно, да? Розовое такое милое сердечко. Но мне кажется, что вот этот вот все-таки поудобнее будет. Подходит для очищения и улучшения питания даже самой чувствительной кожи. Мягко очищает и увлажняет кожу, придавая естественный матовый оттенок. Борется с проблемной кожей. Очищает от черных точек избытка кожного жира. Сокращает поры. Убивает бактерии, вызывающие акне воспаления. Массирует. Для чувствительной кожи восстанавливает паш-баланс. Что? Ребят, можно больше ничего не покупать. Просто купить этот спонж. Он вам и напитает. И атакно вылечит. И баланс PH станет идеальным. И массажирует. Усиливает кровоток. Так, из растения Аморфофалус коньяк. Аморфу. Фалус? Аморфофалус коньяк. Коньяк. Ладно. Наш бамбуковый уголь содержит активированный уголь и минералы, которые на протяжении веков использовались для поглощения токсинов, лишнего жира и борьбы с бактериями. Вот, здесь в составе бамбуковый уголь. Ну, я думаю, что бамбуковый уголь, он вымоется постепенно, да? И вот как раз его уже будет пора и выбрасывать. Бамбук – это самая быстрорастущая, естественно, органическая водосберегающая культура. Она на 30% эффективнее поглощает углерод, чем деревья. Упаковка экологически чистая, изготовленная из переработанных материалов и может быть утилизирована без ущерба для нашей планеты. Согласна. Все здесь такое, что разлагается. Бумага, бумага, конжаковый спонж, веревочка сама чувствуется, что натуральное, что-то хлопковое. То есть, это что-то, какой-то интересный бренд, слушайте. Все экологичное, все такое. Мне это интересно. Эти продукты есть на Вайбрис. Этот спонж мне стоил где-то 180 рублей на Азоне. С Алиэкспресс-то можно заказать чуть подешевле. Вот, пожалуйста, Jungle Story есть у них. Скребок для языка. Ватные палочки. Сумка такая, авоська. Причем куча всяких авосек. Но я так понимаю, это бренд, который с заботой об окружающей среде. Щетка для сухого массажа. У них довольно много продуктов-то интересных. Слушайте, ну молодцы. Я очень люблю бренды, которые вот так вот заботятся о чистоте окружающей среды. Зубные щетки у них деревянные, натуральными этими самыми, с какими-то щетинками биоразлагаемыми. Расчески деревянные. И причем такие цены, вы знаете, очень демократичные. Расческа, вот, например, 185 рублей. Скребок для языка 220 рублей. Какая-то зубная нить, правда, дороговато 503 рубля. Сумки, авоськи по... Ну, они разные есть. 400 рублей есть. Разные цены. Вот такой спонж на Wildberries, который я покупала. Я не знаю, как вам доказать. Это 335 рублей. Охренеть, вы чё? Я этот спонж купила за 180. Реально. Это была цена до 200 рублей на Азон. И, ребята... О, боже, о, боже, это моя любовь, это моя страсть, это мой оргазм, это моё счастье, это моё настроение. Это парфюм. Я сумасшедший маньяк. Меня в мир парфюмерии лучше не пускать. Я же говорю, что меня вот там в те отделы, где Ильдебатея, где продается парфюмерия, меня лучше не пускать. Если помните, я заказывала боксы на сайте Royal Samples. У них сразу три бокса заказала. Когда получила здоровенную коробку, вот я прям чувствую своим носом не последнего размера, что-то чувствую, я понять не могу, что это. Я перерыла всю коробку, и всё, когда всё-всё-всё, и там оказался вот такой маленький сэмпл, полтора миллилитра парфюма от Фиелит. И я ещё такая, что такое Фиелит? Кто это? Что это? То есть этот бренд мне вообще был незнаком. Если говорить о нишевой парфюмерии, то нам чаще всего то, что вот у нас на глазах мелькается, а бренд Фиелит, он очень достоин внимания. Я не знаю, почему его нет в Ильдебатея. Его нет вообще нигде. Я его нашла чисто случайно. Я вообще не ожидала. Я нашла на озоне этот парфюм. Честно говоря, я как-то так скептически отнеслась. Около пяти тысяч стоит этот парфюм 50 миллилитров. И где-то около 11 за 100 миллилитров. Я его купила со скидкой. 50 миллилитров. Ну, то есть на 100 миллилитров как-то меня жаба прям наступила. Я что-то прислала Алиэкспресс. Что прям жаба наступила мне на горло и сказала, нет. Нет, Наташа, таких денег у тебя. И я решила всё-таки не жестить и заказала 50. О, боже, о, боже. Как же, как я его люблю. Как это восторг. Я ощущаю древесные ноты. Я чувствую дерево. Лёгкую сладость, но она не душит. Это потрясающий парфюм. Это вот просто моя мечта. Это парфюм, о котором я мечтала. Я ждала тебя всю жизнь. Этот парфюм называется Бали Сурия. Он посвящён острову Бали, как вы поняли. И Сурия означает солнце. То есть на фоне заката солнца на Бали нужно медитировать с этим парфюмом. Ну, или вот этот парфюм навевает вот это настроение для медитации. Я вам скажу, да, он очень успокаивает меня. И в то же время будоражит. В нём есть всё. Вот он настолько полноценный. Это не сладости фруктов одна единственная нота. Это не горечь какая-то. Это просто полноценная композиция, настолько крутая. Я, честно говоря, таких парфюмов ещё, которые настолько бы меня покорили, не встречала никогда. У меня много любимок. Может быть, это у меня возраст такой, что меняются предпочтения. Но я настолько кайфую от него. Это такое наслаждение для меня. Я говорила, нет, нет, не пускайте меня в парфюмерный магазин. Я его ни за что не куплю. И тут я его нахожу и думаю, к чёрту возьми, это судьба. Это судьба. Я не могу его не купить. Я просто не могу его не купить. Стоит того, чтобы с ним познакомиться. Он потрясный. Я хочу его носить зимой, дожить до более прохладных деньков. И тогда только лишь ему одному, только лишь вот этому бренду, я немножко вам о нём расскажу, и этому парфюму я хочу посвятить целый свой ролик. Это реально моя любовь на долгое время. И он достоин целого отдельного ролика. Но хотите, я почитаю вам пирамиду и почитаю, что он из себя представляет, что пишет производитель о нём. Но хочется о нём обязательно поговорить в более развернутой форме, потому что он реально достоин миллионов, миллионов аплодисментов, паваций, миллионов комплиментов. Это фиелит, парфам дуваяш, тубероза, иланг-иланг, франджипани и жасмин. Я жасмин не чувствую вообще. Если бы я постоянно ощущала жасмин, я бы задохнулась. Я чувствую дым, я чувствую дерево, я чувствую тягучесть. Это не сладкий аромат, это не какой-то как лёгкий, это не цветочный, это не фруктовый. Это такой тягучий, смоленистый, древесный, с какими-то сладкими нотами. Это, ну, иланг-иланг – это страсть. Я не знаю, как вам это передать, как же сложно рассказывать о парфюмах. И как же это легко, когда он тебе так безумно нравится. Это нужно говорить, о боже, о боже, какой же ты муа. Это древесный, ванильный, цветочный, амбровый, тёплый, пряный, белые цветы, тропический, бальзамический, цитрусовый, сладкий аромат. Сурья Бали фиелит – это аромат для мужчин и женщин. Он принадлежит группе «Восточные», «Цветочные», «Сурья Бали» создан в 2010 году. Верхние ноты – бергамот, лайм и розовый перец. Средние ноты – франжи, бани, жасмин, иланг-иланг и тубероза. Ноты базы – сандал, вани, бензоин, бобы тонко, пачули, кумин. Парфюм шлейфит очень… Знаете, он шлейфит сладостью. Бобы тонко они не могут не шлейфить. Это вообще компонент, который добавляют в парфюмы для шлейфа. Когда-нибудь слушали гипноз от «Ланком» синий? Вот там их очень много. И этот гипноз будет слышать. Вот вы будете идти по улице, а за вами будут идти мужики следом. И вот так… Потому что мужчины очень любят на женщинах вот такие вот ароматы. Пачули и «Ланг-ланг» – это просто какая-то мечта. Это аромат моей мечты. Я его ждала всю свою жизнь. И наконец-то он был создан в 2010 году. «Где ты был 11 лет?» Сурья, Бали. В общем, почему Бали? Я вам обязательно расскажу историю и этого бренда, и историю, как там все у них начиналось. Это очень интересно, когда я буду снимать об этом парфюме отдельное видео. Я вот прям очень хочу снять о нем отдельное видео. Ну, правда, я хочу снять его прямо сейчас, но я не смогу описать картину вам этого аромата полностью, пока я не похожу с ним в более холодное время. Походите с ним в дождливую осень и в какую-нибудь морозную, может быть, зиму. Если, конечно, будет такая возможность у нас на юге, чтобы зима была с небольшим хотя бы морозом. И уже зимой, может быть, к Новому году я вам о нем расскажу полностью. Но если вам очень интересно, если он вас заинтересовал, вы всегда можете на Азоне взять 10 мл. И если даже вам, девочке, к вам обращаюсь, если даже вам, девочке, он не понравится, подарите своему мужчине этот парфюм. Ни один мужчина от такого парфюма не откажется. Этот аромат, наверное, даже больше будет мужской, чем же. Хотя так нельзя говорить. Это нишевая парфюмерия. В нишевой парфюмерии нельзя делить. Я вообще считаю, что вообще на сегодняшний день делить ароматы на мужские и женские нельзя. Если мужчинам нравится, это вообще какой-то сексизм. Что, почему мужское и женское? Нет. Если мне нравится мужское, я буду им пользоваться, мне все равно. Если мужчине нравится какой-нибудь компотик, я не знаю, там, от Нина Ричи, почему не пользоваться. Ну, нравится им, пусть пользуются. Открою вам маленький секрет. Я такой человек эмоциональный. Я очень сильно связываю запахи, цвета со своими эмоциями. Цвета, запахи и музыка. Это уже говорила, но повторюсь, это как якоря в прошлое, в какие-то моменты своей жизни, которые, скажем, если они будут грустными, то лучше не пользоваться. Я к чему этому все веду? Лучше парфюма, вот любимым, если вы его любите, пользуйтесь только тогда, когда у вас хорошее настроение. Либо когда у вас нейтральное настроение, но вы хотите его себе улучшить. То есть закрепляйте этот аромат в своем восприятии как позитивный, и тогда вы его не разлюбите. У меня есть безумно любимый мой в прошлом парфюм, который много лет со мной был, но у меня была не очень приятная история в жизни, связанная с мужчиной. И вот как-то вот эта боль, она как-то отразилась на моем восприятии этого аромата. Я не могу его слышать, меня воротит от него. То есть мне хочется выболевать эту историю из своей жизни, плюнуть на это на все, вот так вот отряхнуться, и больше этот парфюм бы даже в руки не беру. Но ему с удовольствием пользуется моя мама, я остатки ей оставила. Так что вот иногда такие дела амурные могут повлиять, которые прямо до глубины души нас поразили, могут повлиять в негативном ключе на наше восприятие одежды, например, той, которую мы носили, или цвета какого-то. Ну то есть это если вы человек впечатлительный, эмоциональный. Ну а я, вы сами знаете, какая я вечно то реву, то хочу. Я вас очень люблю, мои дорогие ребята. Спасибо большое за то, что остаетесь со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Огромное вам спасибо за просмотр этого ролика, ребят. Я обнимаю вас и целую. Мои любимые котята, пока, всем пока.